Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая, психзиологическая комьюнити. И мы сейчас с вами находимся на сайте лаборатории. Сайт посвящен продукции ЛПФО. Буквально на прошлой неделе в Директе, Яндекс.Директ, на сайте заходы, запросы, было большое количество писем, которые были посвящены вопросам методик. То есть речь идет о том, что люди работают, психологи, психофизиологи, многие используют какие-то свои наработки, многие используют стандартные какие-то методики. Но в данном случае речь идет о том, что существует определенный набор классических патопсихологических методик. Соответственно они у нас все есть, от первой до последней. Каждую методику можно рассматривать как алфавит, психологический, психологический. То есть каждая методика это буквы алфавита А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и так далее и тому подобное. Соответственно каждый клинический, медицинский, возрастной психолог, работающий в детской психологии прежде всего, должен обладать этими методиками. Если у него нет таких инструментов, диагностических инструментов, разводить руки, пассы делать какие-то там, заниматься реабилитацией, психокоррекцией, это хорошо. Все мы это любим делать. Но прежде чем что-то сделать с человеком, его надо продиагностировать. Соответственно возвращаясь на шаг назад, я должен сказать, что не обладая полным, подчеркну это слово, полным набором психологических и патопсихологических методик, психологических, психологических функциональных проб и так далее, работать нельзя. Сидеть и с умным видом выслуживать родителей, ребеночка или же самого ребеночка, улыбаться с ним и играть, это хорошо и здорово, но надо диагностировать ребенка, прежде чем заниматься с ним какой-то психокоррекцией. Не полагаться на свою интуицию, якобы, какой-то якобы опыт после 2-3 лет, 5-10 лет работы, это все хорошо, это замечательно. У нас основной с вами метод, уважаемые психологи, психофизиологи, эксперимент, это наш основной метод. У нас есть, конечно, и наблюдение, и направленная беседа, как это классически принято, да, в клинике психиатрической. Но все-таки это метод, основной метод, это эксперимент. Основной метод психиатрии, это наблюдение, закрывают на 2 месяца человека в отделении, и 2 месяца, значит, за ним наблюдают, вызывают каждый день и смотрят, как он себя ведет, что говорит, как говорит, как рассказывает и о чем рассказывает свою жизнь. Это психиатры этим занимаются. Медицинские, клинические психологи, возрастные, школьные, детские психологи, как основной метод, это надо четко себе понимать, они используют метод эксперимента. Во многом психиатры субъективны со своим методом наблюдения, и максимально психологи, настоящая, настоящая психофизиология, настоящая психология, это цифры, цифры, еще раз цифры, провели патопсихологическую методику детскую, нарисовали график, сравнили, посчитали, то есть у нас метод очень строгий, четкий, иначе так и будут психологов школьных называть психологами. Прошу меня простить за такое выражение, мой французский, как говорится. Ребят, господа, коллеги, работать надо объективно. Графики, диаграммы, вот что должно быть вашим итогом, вашей работы, обобщение с конкретным пациентом, ребеночком, если вы детский психолог, возрастной психолог, или вы психолог на предприятии, психофизиолог, промышленной психологией занимаетесь, это метод эксперимента. Соответственно, в выдвиженном ящике стола у вас должны лежать все, без исключения их не очень много, если так их обобщить, округлить, их может быть штук 150, не больше, но они все, без исключения, без единой, должны быть у вас в ящике вашего рабочего стола, без этого работать нельзя. Вы знаете, это для вас не новость, все они делятся определенным образом, почитайте это в другой где-то литературе, в книгах и так далее. Первое, бланковые методики, они в свою очередь делятся на две категории, это качественные, имеется ввиду исключение предметов, классификация и так далее, то есть оценка внимания, памяти, мышления, это все качественные методики, патопсихологические, их тоже не очень много. Значит, количественные методики, это ММПИ, КТ, ЛУНП, УСК, ну и так далее и тому подобное. Функциональные пробы, ПЗМР, СЗМР, РДО, навье, то есть от Шульте мы уходим, господа, мы занимаемся ПЗМР, работаем ПЗМР, СЗМР, РДО, не используем мы Шульте или корректурную пробу, это прошлый век, хорошие, работающие, 100% методики, но в доме надо держать и мясные закуски, как говорится, соответственно, будьте добры, соответствуйте духу времени. У вас есть методика ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, для детишек в том числе, и для взрослых людей, на предприятии или там где-то еще, в клинике, в конце концов. Клинические психологи, работающие только пробой Ландольта и корректурной пробой, там, Эббенгауза, это уже не совсем, можно сказать, профессионально. Покупайте и пользуйтесь ПЗМР, простой зрительно-моторной реакцией, СЗМР, сложной зрительно-моторной реакцией, РДО, реакцией на движущийся объект и так далее. 21 век на дворе, господа, коллеги. Соответственно, качественные методики я их перечислил, ММПИ, прошу прощения, классификации, исключение предметов, там, простые аналогии и так далее, исследование внимания, памяти, мышления, основных психических функций человека. Соответственно, количественные методики, ММПИ, КТЛ, УСК и еще около двух десятков проверенных, надежных методик, они из журнала Кюл-Гелл, какой вы любовник. И, соответственно, вот тут отдельный раздел у нас вынесен, это детские патопсихологические методики, их около 50, чуть более 50 штук. Чем вы работаете, уважаемые школьные психологи, детские психологи, возрастные? У вас есть все эти методики? Автоматизированные методики, закончу. Это программное средство. Заходите, смотрите, приобретайте. Соответственно, детские, давайте вернемся вот в этот раздел, просто вот много запросов, сколько мы здесь вам видим. Их всего 26 этих методик. Стоят они несущие копейки. Это определение качества переключения и распределения внимания, таблицы Шульте, опосредованное запоминание, всего два варианта существуют, адаптированных для российской популяции. Далее идут исследования, диагностика мышления, исключение предметов, несколько вариантов для разных возрастных групп. Там они четко дифференцированы. Зайдете внутрь, посмотрите, увидите, почитаете. Первый вариант для детишек, там от 5 до 7 лет, по-моему, от 7 до 10 лет и так далее. Зайдете, посмотрите. Смотрите, сколько вариантов исключения мышления для разных возрастных групп. А чем вы пользуетесь? Школьные психологи, детские психологи? Садичные психологи. В садиках кто работает? Я своему коллеге, у меня дочка ходила в садик, я когда привез просто в подарок двум психологиням, которые работали в этом садике, и поставил перед ними чемоданчик, который мы изготавливаем, с полным набором подарок им сделал. Поставил чемоданчики наши, в которых содержатся все патопсихологические методики для детей. Они за голову схватились. Виктор Николаевич, где вы это все взяли? Так я 20 лет с лишним в этой области работаю. У меня все методики есть в лаборатории, все они присутствуют. От первой до последней. Ни больше, ни меньше. Вот такая вот у нас свистопляска в России творится. Запросы идут, люди интересуются, вы, может, обратили внимание. Я хочу сказать, что вот это видео возможно рассматривать как некий анонс, поскольку вопросов много по этим методикам существует, по детским прежде всего, да и по взрослым тоже. Соответственно, буду снимать видео, буду рассказывать, потому что многие не знают, не понимают, чем и как надо работать. Самое уникальное, я не устану об этом повторять, что у нас есть вот ни больше, ни меньше этих методик. Никаких других методик не существует. Если вам где-то вы из интернета там скачаете какую-то фигню и скажете, вот я психолог и работаю этой методикой. Вот если этой методики нет в этом перечне, это не методика, это кто-то там что-то придумал, кто-то что-то накропал и так далее. Не проверено, не адаптировано. В интернет переполнен всякой фигней, мягко выражаясь. А вот на этой странице золотые зернышки, которыми только и только ими можно работать. Возьмите их в другом месте, возьмите их не у нас в конце концов. Но работайте, господа. Когда мне пишут, зададут такие элементарные вопросы, которые, в общем-то, второй, третий курс института учат на психфаке, я просто делу даюсь, за голову хватаюсь, не знаю, как быть и что вообще. У меня челюсть отваливается, я сказать ничего не могу. Зайдите и посмотрите. Простые аналогии, один из четырех вариантов. Вот он у нас есть. Обратите внимание, простые аналогии с детьми 4-6 лет, с 7-11 лет, с 7-11 лет возраста. Второй, третий, первый, второй, третий вариант. Простые аналогии для детей от 11 лет, то есть с момента начала пубертата. Совершенно другая методика. И мы предлагаем стимульный материал, процедуры проведения этих методик, инструкции, интерпретации и так далее. А у вас их нет. Я уверен на 99%, что у вас их нет. Работать надо грамотно. Это наш инструмент. Без этого инструмента, коллеги, мы с вами работать не можем, не имеем права работать без этого. Одним словом, анонс. Буду показывать и рассказывать все вот эти варианты простых аналогий для разных возрастных групп. Обратите внимание, 4-6 лет, 7-11 лет и еще вариант тоже 7-11 лет, простые аналогии. Итак, по каждым другим патопсихологическим методикам. Это анонс предстоящих десятков видео, посвященных этим методикам. Качественным, патопсихологическим, количественным и так далее. Давайте вернусь на шаг назад. Бланковые, качественные, количественные, детские патопсихологические методики и программные средства, автоматизированные методики. Хватит вручную считать кольца ландольта. Купите ПЗМР, простую зрительную моторную реакцию на компьютере и успешно работайте. Собирайте статистику, базы данных, анализируйте, обобщайте, стройте графики, диаграммы, показывайте своему руководству круговые диаграммы, там столбиковые и так далее. И все у вас будет хорошо в жизни. Профессионально, по крайней мере. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Благодарю вас за внимание и удачи вам.